Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. 2000 квадратных метров в огне. В Самаре горел склад с бензином и маслом. Доигрались. Подростков, которые издевались над шестилетним мальчиком, поставили на полицейский учет. От НПЗ в Нигерии до сырного завода в Самаре. Главные достижения российско-швейцарского форума. День инноваций в нашем спецрепортаже. Встали на правильный путь. Самарская ТТУ меняет рельсы. Тысячи добровольцев к чемпионату готовы. В Самаре началась кампания по набору волонтеров. 4,5 часа тушили крупный пожар на окраине Самары. Этой ночью в промышленной зоне советского района горел склад. Горюче-смазочных материалов на территорию площадью 2000 квадратных метров. Хранились бочки с бензином и маслом. Столб дыма был виден за много километров. Гремели взрывы. На ликвидацию пожара бросили около 100 человек и более 20 единиц техники. Валерия Макарова одной из первых оказалась на месте событий. Сигнал о возгорании складских помещений на гаражном проезде поступил в МЧС в начале 10-го. Примерно тогда же начали появляться первые сообщения в соцсетях. Пользователи рассказывали, пожары видены из разных районов Самары. И кроме того, слышны взрывы. Позже эту информацию подтвердил и выехавший на место начальник МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Пожару присвоена третья категория сложности. По такому высокому номеру пожарные работают впервые после лета прошлого года. Для тушения развернуто два боевых участка. Только через два часа удалось локализовать огонь и не дать ему распространиться на соседнее здание и территорию военной части. После этого уровень сложности снизили до второго из пяти. Пожарные работают с безопасного расстояния, не заходя в горящий ангар. Внутри остаются бочки с бензином и маслом. Есть риск новых взрывов. Собственник ангара пока не найден. Представители территории, на чьей находится эта территория бывшего асфальтобетонного завода, нам информацию пока не предоставили, кому принадлежит ангар. Данная информация передана по линии оперативно-дежурных смен Главного управления МВД России для принятия дальнейших мер. Ангар расположен вдали от жилых домов на окраине города. По данным МЧС, никто не пострадал. Пожар тушили больше четырех часов. После того, как с огнем удалось справиться, на месте начала работать испытательная пожарная лаборатория. Только после ее заключения можно будет говорить о причинах пожара. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Детей, которые жестоко издевались над шестилетним Егором Антиповым, поставили на учет, сообщая сайт «Волга Ньюс» со ссылкой на Главное управление МВД России по Самарской области. Историю мальчика мы рассказывали в предыдущих выпусках. Прошлым летом в поселке Новосемейкино семеро несовершеннолетних привязали Егора к тюкам сена, избивали, стреляли шариками по глазам и даже пытались поджечь. В итоге Красноярский суд взыскал с нарушителей 40 тысяч рублей. На зачищника расправы, им считают 16-летнего подростка, уголовное дело не завели. Это объясняют тем, что травмы не причинили вреда здоровью Егора. Об этом также сообщает «Волга Ньюс», приводя цитату из официального письма полиции. Но если синяки и ссадин на теле уже прошли, то психическое состояние ребенка, который пережил насилие, говорят эксперты, восстанавливаться может очень долго. В первую очередь страдает сон, нарушается, становится прерывистый, детки начинают видеть всякие кошмары. Это чаще всего не связано с конкретной происшествием ситуации. Нарушение аппетита тоже очень часто отмечается. Одна из самых, наверное, важных этих симптомов – это симптом депрессивного состояния. Резко падает настроение, ребенку становится часто очень тяжело радоваться даже привычным вещам, которые его до этого радовали. Мы будем следить за этой резонансной темой. Более сотни бизнесменов, экономистов, ученых из Швейцарии приехали в Самару. Именно здесь было решено провести второй российско-швейцарский форум «День инноваций». Первый проходил в Лазанье. Во что готовы швейцарцы вкладываться у нас и что готовы предложить взамен? Спецрепортаж Марины Кравцовой. Специалисты Самарского технического университета будут помогать швейцарским специалистам строить нефтеперерабатывающий завод в Нигерии. Меморандумы о сотрудничестве подписали на втором российско-швейцарском форуме «День инноваций». Очень приятно, что он проводит в Самаре, в наиболее динамичном регионе России, который славится своей мощной научной базой и технологичным производством. Именно образование и наука являются основной для инновационного развития любой страны. Именно в Самаре планируется открыть российско-швейцарский центр, который станет своеобразным мостиком между отечественными и европейскими компаниями. Как отмечают швейцарцы, в Самаре есть высококлассные специалисты в медицине. «Мы были очень рады увидеть здесь людей, вовлеченных в свою работу. Нам интересно, чтобы они работали с коллегами из Швейцарии. В кантоне Невшотель есть несколько крупнейших игроков на рынке медицинского оборудования и медицинской техники. Мы убеждены, что они найдут возможность сотрудничать с самарскими представителями этой отрасли». «Совместно со швейцарскими коллегами Самарс реализует инновационные проекты в области автомобилестроения, танкостроения, медицины и биотехнологий. Происходит обмен опытом в сфере городского хозяйства. Уверен, что найдутся и новые направления для сотрудничества. У наших предприятий есть множество интересных наработок. Думаю, они вызовут ваш интерес и привлекут еще больше инвестиций». Всех секретов пока не раскрывают, но проектов достаточно. В частности, настоящий швейцарский сыр смогут делать в Самаре. «Мы ведем переговоры с швейцарскими производителями оборудования. Очень надеюсь, что уже в этом году мы начнем работу по строительству завода, по производству сыров». На форуме обсудили и инновационные разработки в сфере охраны окружающей среды. Не зря Самарскую область называют Волжской Швейцарией. Не только природа роднит, но и подход к делу и уровень профессионализма во многих отраслях. А заинтересованность в совместных проектах только растет, показали многочисленные договоренности, озвученные на Самарской площадке. Марина Кравцова, Константин Головин. События. 1200 домов с начала года капитально отремонтировали в Самаре по федеральной программе. 400 еще в работе. В зданиях, которые находятся на туристическом маршруте, в первую очередь приводят в порядок фасады. В чем убедилась Марина Матвеевшина. Дом постройки начала 19 века вернули лицов. Асад здания привели в порядок, стены утеплили по современному технологии, а также заменили козырьки и двери на новые. Живу я здесь уже 44-43 года. Ну, фасады, ремонт, ну как, подкрашивали, так, белили. Ну, изредка бывало это. Потом, в последние годы, вот, начиная с 91-го года, домом вообще не занимались. Дом давал трещины большие. Дом попал в программу капитального ремонта, и в начале марта за него взялись специалисты. К работе подошли со всей ответственностью. Хотя дом не является памятником архитектуры, мы все-таки решили согласовать, проект цветовой, в первую очередь раскраску дома с отделом архитектуры городским, получили решение, только после этого стали выполнять уже окончательную работу. В доме номер 161 по новосадовый ремонт фасада продолжается. Здание стоит на туристическом маршруте, а потому его цвет прошел обязательное согласование с архитектором города. Изменения не только внешние. Зимой жильцы дома должны почувствовать на себе все тепло, которое строители вложили в этот дом. Утепление фасада делается по всей площади фасадов. И во штукатуре утепление повышает энергосбережение, теплопотери меньше. Соответственно, отопление жителей будет потом платить меньше. В этом году по программе капитального ремонта отремонтируют более 1600 домов. Причем большая часть из них уже сданы. 400 в работе. Все работы проводятся по согласованию с жителями. Сначала намечается фронт работ, а затем сам ремонт. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Разруха в головах. Рейд по дорожным вскрытиям в Самаре скрыл проблемы. Подрядчики зачастую не справляются со своими обязанностями, не укладываются в сроки или неправильно ограждают участки. Как должно быть по правилам, что происходит на практике и чем рискуют нарушители. В детали регламента вникла Марьяна Мирная. Новый асфальт во дворе на Масленниково 40 еще не застыл и пахнет битумом. Рабочие предприятия тепловых сетей положили его ночью, узнав о грядущем рейде административной комиссии и представителей прокуратуры. Разрытое дорожное покрытие не редкость. Во многих местах города сейчас ведутся ремонтные работы, но проводиться они должны строго по правилам. Роль первичного звена в управлении главы района должна быть усилена. Вот таких безобразий, потому что он ходит по территории района и видите все эти безобразия и должны принимать, тем более у него сегодня в руках инструменты все. Это и административная комиссия, это земельный контроль, это жилищный контроль. То есть здесь в этом вопросе в полном объеме он обладает всеми правами для наведения порядка. Сигнальные фонари, прочные ограждения и благоустроенная территория вокруг рабочего участка. Именно так должны были оформить ремонтные работы здесь, на Клинической 23. Еще 21 мая тепловики вскрыли участок, но к реальным работам приступили только вчера. Все это время плохо огражденная дыра зияла в асфальте, пока жители не обратились в Самарскую прокуратуру с просьбой повлиять на нерадивых подрядчиков. Это крайность, и это не система. Так быть не должно. Гражданам, наверное, безразлично, что легло в основу того, что сегодня будет надлежащее ограждение, или убрана вот эта куча земли на газоне. Представление ли это прокуратуры, либо это мероприятие, проведенное в свое время на административной комиссии под руководством главы района. Им главный результат. Контроль за соблюдением регламента и мер безопасности на ремонтных участках проводят и административные комиссии районов, и ГАТИ. Сегодня сотрудники прокуратуры выписали протоколы на устранение нарушений в кратчайший срок. Если этого не произойдет, подрядчикам грозят штрафы от 500 рублей до 10 тысяч. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Встали на правильный путь. В Самаре стартовал ремонт трамвайных путей. Обновят более 20 километров. На пассажирских перевозках это никак не скажется. Работают исключительно после полуночи. Зато после ремонта поездки на трамваях станут безопаснее и надежной. Эта ночь у Марина Матвеевшина узнала все тонкости перекладки путей. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Идет ремонт капитальный. Участок пути на Красноармейской меняют полностью. Эти шпалы прослужили верой и правдой более 30 лет. Рабочие вручную их выкапывают, чтобы заменить на новые. Труд колоссальный. Учитывая, что каждая такая шпала весит порядка 90 килограммов. Рельсы же грузят краном. Затем готовят грунт и прокладывают новые пути. На совмещенном полотне, в частности на этом участке, необходимо сделать так, чтобы высота рельсы не превышала высоту асфальта. Тоже опять-таки для того, чтобы удобно было ездить автомобилем. Рабочим нужно успеть за ночь полностью заменить участок полотна, чтобы утром не мешать проезду автотранспорта и самих трамваев. В это трудно поверить, но уже в 6 утра здесь пойдет первый вагон. И если сонные пассажиры никаких изменений не заметят, то водитель сразу почувствует, что едет по новым рельсам. Никаких вибраций, меньше шума, а трамвай идет плавно и легко. Когда трамваи обкатают новые рельсы, утрамбуют, грубо говоря, своим весом их в грунт, участок будут асфальтировать. В этом году отремонтируют больше 20 километров путей. Это не только капитальный ремонт, но и текущий, когда под замену идет не все полотно, а неисправный элемент. У нас основная цель – это безопасность перевозок пассажиров. Поэтому, чтобы была безопасность, значит, пути должны быть в хорошем состоянии. Поэтому мы делаем все, чтобы пути были у нас в хорошем состоянии. Всего в Самаре более 170 километров трамвайных путей. И два раза в год их проверяют специальным оборудованием, чтобы вовремя найти и устранить износ. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События. Банные процедуры для городских дорог. В Самаре начали мыть улицы. Средним влажная уборка проходит раз в три дня. Для основных магистралей делают исключение. Их чистят до 20 раз в месяц. Уборка комплексная, приводит в порядок газоны, тротуары и остановки. Как это происходит на примере улицы 22-го портсъезда, расскажет Марина Мирная. Вода не только камень точит, но и грязь убирает. Вот так на ваших глазах струи чистой прозрачной воды превращают улицу 22-го портсъезда в чистую и отмытую. Лишняя вода стекает в ливневке. Под ярким солнцем асфальт и плитка высыхают за пару минут. Только уже без грязи и пыли. Десяток рабочих и шесть спецмашин. У каждого своя зона ответственности. Техника в помощь человеку, который любит свою работу. И наоборот, там, где недостает механизированная щетка, рабочие подметают вручную. Никогда я своей работой не стеснялась. Я всегда люблю работу. Когда придешь грязно, уходишь в тифтор. И улица становится шире и светлее. Месяц генеральной уборки, когда вывозили мусор, накопившийся за зимом, закончился. Теперь перешли в режим постоянного поддержания города в чистоте. Под контролем вся дорожная территория. От трамвайных путей через проезжую часть до газона, пешеходных тропинок и приладковой части. Рабочие усердно моют дорогу и собирают в мешки мусор, пыль и тополиный пух, которого в последние годы на дорогах стало ощутимо меньше. В городе систематически проводят кронирование тополей. С этого года работой занимаются и районные администрации. А вдоль основных магистралей деревья уже обрезали. Они выпускают новую крону, которая в течение лет пяти пух не несет. Все работы будут продолжаться. Поэтому на дорогах пух стал меньше. Основной пух на дороге – это заносится именно с дворовых территорий, которые также в рамках убора собираются. Уборка во дворах под ответственностью управляющих компаний. Основные городские магистрали моют до 20 раз в месяц. Большая часть работ проходит на тротуаре. А чтобы не мешать движению транспорта, влажную уборку улиц проводят ранним утром или в ночное время. Собранный мусор и пыль вывозят на полигоны. Марианна Мирная, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. В миротворческой бригаде Центрального военного округа началась подготовка к масштабным учениям. Они пройдут в августе на территории Республики Беларусь. В Самаре отберут 100 человек. Занятия пройдут на Рощинском полигоне. Военнослужащим предстоит отработать вопросы разъединения конфликтующих сторон и изоляции районов нестабильности. А также действия в составе аэромобильных пунктов с использованием вертолетов Ми-8. Работы по возведению Фрунзенского моста начались на правом берегу реки Самара в районе Старого города. Ранее стройка велась только налево. Здесь возведут три опоры моста через реку Самара и построят транспортную развязку с выходом на ключевые улицы города. Фрунзы, Куйбышево, Чапаевскую и Крупскую. Развязка будет включать в себя 10 съездов. Сейчас строители приступили к возведению 9-го. Завершение строительства мостового перехода Фрунзенский запланировано на конец 2018 года. Самарцы смогут получить бесплатные юридические консультации. Прием граждан членами общественного совета будет проводиться в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области, расположенной по адресу улица Маяковского, дом 20. Информацию о времени и датах приема можно уточнить в рубрике анонса на сайте Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Адрес сайта на экране. Также можно позвонить по телефону 337-2903. Насколько самарцы гостеприимны и инициативны, покажет программа по набору волонтеров на чемпионат мира по футболу 2018 года. Программа стартовала и первые сотни заявок уже на сайте FIFA, где и нужно регистрироваться тем, кто хочет стать помощником во время проведения Кубка Конфедерации в 2017 году, ну и самого Мундиале. Что нужно, чтобы пройти строгий отбор, как увеличить свои шансы попасть на стадион, узнали наши корреспонденты. Поехали! Как еще, конечно, в космическом стиле. Именно так в Самаре дали старт кампании по набору волонтеров на чемпионат мира по футболу. Студенты и даже пенсионеры бросились к компьютерам, установленным прямо в манеже Самарского университета, регистрироваться на сайте Международной федерации футбола. Владислав Вершинин один из первых заполнил анкету. Студент свободно говорит на английском и немецком. Во время чемпионата хотел бы быть волонтером-экскурсоводом. Говорит, рассказывать гостям о Самаре для него и удовольствие, и гордость. Ко мне же гости приезжали из-за границы, много друзей у меня, иностранцев. Я их иногда вожу по городу, рассказываем про историю, культуру нашего города. Принимать заявки на сайте FIFA будут до конца года. Потом кандидатам придется пройти четыре отборочных тура, три онлайн-тестирования и личные собеседования. Опыт волонтерской деятельности и умение работать в команде приветствуются, а вот знание английского обязательно. Начинается все с оформления заявки на официальном портале FIFA. Разобраться в тонкостях помогут в волонтерском центре Самарского университета. Волонтеры – это самое главное лицо чемпионата, как я считаю. Именно они будут встречать гостей, именно они будут заниматься всеми нашими иностранными гостями. Список направлений, где будут работать волонтеры, обширен. Около двух десятков профилей. От встречи болельщиков в аэропорту до помощи медикам и работы в информационных центрах. Будущим волонтерам еще предстоит пройти обучение, а Самара уже готовится принять гостей. Город готовится к этому чемпионату. Вы видите, как строятся развязки, ремонтируются дороги. Город украшается. С каждым днем эти изменения будут все более и более заметны. Старт волонтерской программы – это прекрасная возможность вовлечь в чемпионат мира огромное количество, десятки тысяч людей. Очень горд за то, что у нас в Самарском крае будет проходить такое мероприятие. Призываю всех наших жителей Самарского края, Самарской губернии регистрируйтесь на сайте волонтеров, будьте с нами, будьте с чемпионатом мира, ведь волонтерам будет очень почетно, престижно. Записаться в волонтеры могут жители любого региона, но среди 11 городов-организаторов уже началось негласное соревнование, где желающих помочь будет больше всего. Судя по активности первых волонтерских ласточек, у Самары есть все шансы занять лидерство и в этом рейтинге. Списки счастливчиков, которые попали в число избранных волонтеров, станут известны в феврале 2017-го. Виктория Шарая, Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Вне зависимости от погоды, в выходные на набережной будет жарко. Второй год подряд Самара станет хозяйкой фестиваля набережных «Волга-фест». Основные площадки развернутся на полевом спуске. Все на этом празднике так или иначе будет посвящено Великой реке. Чем будут удивлять организаторы, узнала Мариана Мирная и поняла, этот «Волга-фест» она не пропустит. Одно из ноу-хау «Волга-феста» – это иммобиль. Хоть это и мобиль, но двигателя или мотора в нем нет. На праздники двигать его будут волонтеры. Основная его функция – это наблюдение за прекрасной рекой Волгой, стоя, сидя и даже лежа. Конструкция на колесиках – одно из изобретений архитекторов, чтобы удобно было перемещаться по самой протяженной в Европе набережной. Временная архитектура – современное веяние. Из Ижевска приехали стройматериалы для народной избы. Строительство разворачивается здесь и сейчас. Москвичи сооружают лабиринт. В центре – смотровая площадка. Среди проектов архитектурных вы увидите четыре смотровые площадки. Это иммобиль, это игра в меандр, которая располагается здесь на пляже, на песке. Это картина, которая расположена чуть подальше. И последнее – это смотровые качели. Смотреть, гулять, изготавливать мебель и предметы интерьера, заниматься спортом, петь и танцевать. И все абсолютно бесплатно. Волгофест – не просто рядовой проект, а важный культурный обмен между регионами. На праздники ожидается несколько тысяч гостей из других городов. Возможным это стало благодаря поддержке Министерства культуры Самарской области. Оба дня будет проходить на пляже фестиваль воздушных змеев. Мы привозим огромные змеи до 40 метров в длину. И, соответственно, здесь же будут мастер-классы по созданию своих змеев, их раскрашиванию, запуску и так далее. Организаторы обещают, что каждый сможет найти площадку по душе, по возрасту и даже по гастрономическим пристрастиям. На фестивале рестораторы представят новые блюда, придуманные специально для праздника. Что это будут за блюда, пока держатся в секрете. Волгофест пройдет 4 и 5 июня. Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы Капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И, значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Спортивное лето в Самаре стартовало с большого футбольного праздника. На самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Десять дней любители английской игры будут сражаться за призы фестиваля «Футбол в центре Самары». На поле выйдут 40 команд – 8 детских и столько же женских. А 24 мужские сыграют в майках страны-участницы предстоящего этим летом чемпионата Европы. Самарский турнир носит символическое название – Кубок болельщиков Евро-2016. «Приятно, что народ приходит на такие турниры, делают для нас такие турниры. Я люблю футбол, просто мне нравится футбол. И друзья, мы решили заявиться, поиграть в свое удовольствие». Те, кто не попал в футбольные команды, смогут проявить талант игрока или болельщика в индивидуальных соревнованиях. Конкурс пенальти и кричалок, лучший набивун и фристайлер. Чемпион по настольному и виртуальному футболу. Без призов, символикой чемпионата мира 2018, никто не останется. Обещают организаторы фестиваля «Футбол в центре Самары». «Самара – футбольный город. Мы должны популяризировать этот вид спорта, потому что этот вид спорта очень объемный. И болельщиков, и людей, которые занимаются, с каждым годом становится все больше и больше. У нас в 2018 году предстоит принять мундиаль. Это историческое событие для нашего города, для нашей страны». Победители и призеры Самарского фестиваля определятся 10 июня, когда стартует чемпионат Европы по большому футболу. Во Франции сборная России сыграет отборочные матчи в группе «Б» с командами Англии, Уэльса и Словакии. Всего за чемпионский титул сразятся 24 национальные сборные. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok